Доброго времени суток, дорогие мои подписчики и гости моего канала «Магия успеха», «Старое самопознание». С вами Наталья. Дорогие друзья, я предлагаю сегодня такую экстравагантную тему. Может быть, конечно, не совсем экстравагантную, но тем не менее. Тема звучит так. О чем мне необходимо вспомнить? Будет три варианта. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на себе. Подумайте о себе. В нашей жизни бывают такие моменты, что за суматохой дни мы какие-то вещи забываем. Давайте сегодня посмотрим, что нам скажут карты Таро. Что они нам? Подсказка какая-то будет. О чем вам необходимо вспомнить? Может быть, о ком-то вам необходимо вспомнить? Либо о каком-то деле. Не знаю, что это может быть. Может быть, о себе вам нужно вспомнить. Давайте будем сегодня эту тему раскрывать. Эту тему раскрывать. Итак, три варианта. Кто выбирает первый вариант? О чем необходимо вам сегодня вспомнить? Ну, не сегодня, а вообще вспомнить, да? Для второго варианта. О чем необходимо вам вспомнить? И третий вариант. О чем необходимо вам вспомнить? Пожалуйста, посмотрите на первый, второй, третий варианты. Определите, какой вариант вы выбираете. Можете выбрать несколько, если хотите. Кому не хватает времени, пожалуйста, ставьте на паузу. Мы начинаем. Итак, приветствуем единичек. И давайте посмотрим, что вам необходимо вспомнить. О чем? О чем вам необходимо вспомнить? О чем вам необходимо вспомнить? Есть какая-то тайна. За семью печатями. Возможно, это какая-то ваша тайна. Зачем вам о ней вспоминать? А потому что она вас до сих пор мучает, эта тайна. Где-то, смотрите, вот эта тайна, которая у вас есть, она на самом деле очень и очень глубоко у вас сидит в подсознании. И она вам мешает для развития в какой-то из сфер вашей жизни на сегодняшний день. Вы до сих пор не можете оттолкнуться, грубо говоря, от дна вот того какого-то своего непонятного состояния, в котором вы находитесь. Возможно, вы сейчас даже не понимаете, о чем я говорю. Я сама не понимаю, о чем я говорю, но это идет информация из потока. Поэтому постарайтесь уловить связь. Какая-то давняя тайна есть у вас. И она сидит глубоко в подсознании. И она не дает развитию именно в какой-то из сфер вашей жизни. Какая-то тайна. Возможно, где-то вас мучает совесть за вот эту тайну. Что-то вот такое. Может быть, вы что-то сделали такое вот действительно совестное в своей жизни. И либо кто-то сделал вот такое вот прям нехорошее. И, возможно, вам как-то неловко, либо стыдно за этого человека. То есть, ну вот попробуйте прочувствовать сейчас. Вот какая первая мысль пришла вам в голову. Вот там будет истина. Понимаете? Вот сейчас, что в вашей памяти, так сказать, воспроизвелось. Вот это будет самая-самая правильная истина. Самая, ну, будем говорить, попадание в десяточку. Будем говорить попадание в десяточку. Я хочу раскрыть, и что теперь вам с этой тайной делать. Да? Вот вы ее вспомнили. И что? И что? Для чего? Для каких целей? Для каких целей? Смотрите, вот первый вариант, очень глубокий вариант. Вам дается шанс для того, чтобы залечить свое сердце. Залечить какие-то раны, которые были нанесены вот той самой тайной, которая у вас сидит глубоко, и она до сих пор вам кровоточит ваше сердечко. Вот что-то такое у вас есть, что до сих пор ваше сердце потихоньку из него так капает, капает, капает кровь, да? И душа кричит. И вот это состояние на самом деле, чтобы вы вышли из этого состояния. А как вам проработать? Ладно, понятно. Это для того, чтобы излечить свое сердце. Вот прям шанс дается, чтобы вылечить свое сердце. А как вам это сделать? Что вам нужно предпринять? Что вам нужно предпринять? В любом случае, вот кто выбрал первый вариант, решать вам. И чувствуйте, если резонирует, то, конечно же, желательно, чтобы вы прислушались к тому, что я сейчас скажу, да? Вам нужно будет на протяжении, ну, давайте так скажу, как минимум девяти дней, это как минимум девяти дней, хотя бы по, давайте, ну, хотя бы по десять минут ежедневно, на протяжении девяти дней, хотя бы по девять минут ежедневно, вам нужно будет находить такое место уединения, где вас тревожить никто не будет. Прокручивать ту ситуацию, которая у вас была, вот эта вот тайна, да, которая вам до сих пор кровоточит, вот ваше сердце, которая, она глубоко спрятана, на самом деле, в подсознании. И попробовать каждую деталь того происходящего вспомнить и вытащить наружу. Вот прям, знаете, чуть ли не прожить это все заново. Но так, чтобы, конечно же, вас никто не отвлекал. Возможно, вам будет мало 10 минут, но у кого сколько будет получаться. Вот прям вытащить и прожить все по-новой. И попросить у себя прощения. И попросить, возможно, у тех людей, если кто-то еще был замешан в вашей ситуации, и попросить мысленно у тех людей тоже прощения. И как минимум это на протяжении 9 дней. То есть по пажу кубков проявите любовь. Откройте вот этот момент. В первую очередь проявите к себе любовь и нежность к себе. И тогда вот эта вот ситуация вас отпустит. И где-то из ваших дел жизненного, ну я не знаю, там финансовая сфера, личные отношения, вы почувствуете, что где-то вам станет легче. Где-то что-то начнет более активно продвигаться. Просто понаблюдайте. Вот такой вот был первый вариант. Большое спасибо. Пожалуйста, пишите в комментариях, как проигрывается. Будет интересно, как всегда, посмотреть и почитать. И попереживать, и поддержать вас в том числе. Ну а теперь мы переходим к двоечкам. Приветствуем двоечек. Давайте с вами дружно посмотрим, да, в чем вам необходимо, о чем вам необходимо вспомнить, да, о чем. О чем вам необходимо вспомнить, да, 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 о Либо это ваши друзья. Сейчас будем более подробно раскрывать, потому что здесь многовариантность на самом деле. Это может быть вообще всё, что угодно. Более конкретно, о чём двоечкам нужно вспомнить. Более конкретно, о чём двоечкам нужно вспомнить. Так, о чём двоечкам нужно вспомнить. Однозначно, это будет касаться родственных связей. Родственных связей. На сегодняшний день, возможно, у вас, у кого-то не так хорошо, гармонично складываются родственные отношения. Возможно, вы с кем-то в каких-то... Я, знаете, даже могу так сказать. Вроде бы вы и не ссорились. Возможно, вы даже когда-то поссорились, да? Но на сегодняшний день ваши отношения сошли, грубо говоря, на нет, на ноль. То есть полная какая-то стагнация. То есть вы практически не общаетесь. Практически не общаетесь. Присутствует в вас какой-то, знаете, такой вот... Я не хочу, конечно, вас обидеть, но здесь какой-то немножко эгоцентризм и какое-то тщеславие. Вот что-то такое здесь есть. По императору здесь как-то у вас какой-то... Вы стоите, понимаете, вы стоите на своей позиции и принимаете такой момент, что... Почему я должен подходить первым? Почему я должен делать первые шаги, допустим, навстречу тем же своим родственникам? Но они же не хотят со мной общаться. Зачем я это буду делать, да? Вот здесь у вас идет примерно вот такая вот позиция. Постарайтесь вот эту позицию немножко переломить. А чтобы ее переломить, вам нужно будет обратиться, наверное, все-таки вглубь себя и как бы понять для себя, что все равно эти люди для вас не чужие, они родные. Я не хочу сейчас никакую здесь мораль, никакие нотации читать. Не поймите меня, пожалуйста, неправильно. Но здесь о чем вам нужно вспомнить наш вопрос, да? Это о тех, возможно, родственников, с кем вы просто давно не общались. А общение раньше было очень дружное. Возможно, даже это будут какие-то дальние родственники. Возможно, вам нужно к ним поехать, какую-то связь наладить, понимаете? Возможно, даже такой момент еще, что вам нужно сначала будет найти информацию об этих людях, о своих родственниках, и как-то к ним добраться, к ним доехать. Но могу сразу сказать, это будет непросто. Это будет решено не здесь и сейчас. Не здесь и сейчас. То есть, резюмируем. Для второго варианта, о чем вам нужно вспомнить? О том, что у вас есть родственники. Если вы с ними сейчас не общаетесь по каким-либо причинам, причины абсолютно могут быть разные, поэтому я все перечислять не буду, да? Вам необходимо углубиться в какую-то информацию, недостающую, возможно, где они живут, да? Или что мне нужно сказать этому человеку, какие слова подобрать, если вы совсем, допустим, с братьями, сестрами, самыми родными и близкими не общаетесь, поконфликтовали и не знаете, с какой стороны теперь подойти. То есть, вы должны в любом случае найти слова. То есть, вы должны сделать первый шаг. Вот здесь идет так. На примирении вы должны будете сделать первый шаг. Даже если вы не ругались, здесь все равно вам желательно сделать первый шаг. А дальше уже там уже как будет все складываться. «Вспомните о своих родных и близких». Здесь идет такая информация. Благодарю двоечек. Спасибо большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, кто еще не подписан. Ну и мы переходим к троечкам. Приветствуем троечек. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, о чем вам необходимо вспомнить, да? О чем вам необходимо вспомнить. О чем вам необходимо вспомнить. Если вы сейчас находитесь в таком настроении, что действительно вам ничего не хочется, никуда не хочется, вам, допустим, сделали какое-то предложение куда-то отправиться поехать, вспомните, что вы очень активный, физически выносливый человек. Всегда в настроении, всегда живой. Всегда живой. О чем вам необходимо вспомнить. Сейчас более подробно раскрою, потому что здесь у меня еще идет один вариант. Посмотрим сейчас. О чем вам необходимо вспомнить. Вам здесь необходимо вспомнить о том своем таланте, который вы зарыли. Который вы потеряли где-то далеко, там, в юности, возможно, и не так далеко. Смотрите, у вас есть какой-то талант к творчеству. Либо это музыкальное что-то. Либо это что-то такое, что вы делаете действительно руками. Руками. Вот вы начинали это свое творчество, да? У вас была страсть, было рвение к этому. Потом вы встретили какие-то препятствия на своем пути. Что-то вы преодолевали, но так и не смогли преодолеть. И вы решили для себя, что это не ваше. И вы все оставили это как бы в прошлом. В развитие не пошли. Могу даже так сказать. Вам даже было где-то в какой-то степени грустно, печально, что вы не пошли в это развитие. И вот этот период неразвития, он у вас уже длительный период. Очень долго. Вы знаете, как считаете, что ваше творчество, ваше творчество, оно ни к чему как бы не приведет. По вашему мнению, что для этого нужно очень большой период времени. Вот прям долго-долго-долго, чтобы получился какой результат. На самом деле вы ошибаетесь. Вообще вы в корне ошибаетесь, потому что по восьмерке жезлов здесь, если вы, допустим, сейчас вновь начнете свою активность и поставите перед собой определенную цель, сроки, то, поверьте, вы придете к этому результату даже, возможно, раньше. Вот у вас будет сидеть какая-то такая батарейка мотивационная, которая будет вас двигать. Вы зарыли какой-то свой талант. Вспомните, пожалуйста, о своем таланте. Вспомните, о чем вы раньше занимались и вот прям горели к этому. Возможно, здесь игра на каких-то музыкальных инструментах, как вариант. Но здесь больше идет связано с творчеством. С творчеством. И еще, знаете, еще, может быть, у вас в свое время, возможно, была тяга к конному спорту. Это будет вообще индивидуальный частный случай. Возможно, у вас есть какая-то любовь к лошадям. Попробуйте же как-то вот развиваться именно вот в этой сфере. Может быть, там редкие породы как-то выращивать где-то. Ну, что-то такое идет. Ну, а вот третий вариант, конечно, классный. Вот если вы откроете в себе вот эту вот любовь, да, к своему творческому потенциалу. Вот если здесь действительно, вот кто посмотрит третий вариант, и у вас была какая-то тяга к лошадям, пожалуйста, обратите на это внимание. Вы здесь можете очень круто выиграть. Вот прям вообще мощно. Для вас это будет прям дело из ваших дел. Дело из ваших дел, да. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Тут жезлов, и у вас все получится. Вот прям энергия будет от вас бить ключом. У вас все получится. Дерзайте, делайте, и с вами будет всегда успех. Вот такой был третий вариант. Огромное вам спасибо. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я желаю вам всего хорошего, удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok